Воздушный шар движется так, что его и фротикальная составляющая скорости постоянно равна v0, а горизонтальная составляющая будет зависеть от смещения y высоты подъема, которую мы найдем через постоянную скорость v0. И подставим значение для горизонтальной составляющей vx. Увидим, что горизонтальная составляющая прямо пропорционально времени, то есть движение этого у нас получается равноускоренное. Вертикально тело движется с постоянной скоростью, а горизонтально с постоянным ускорением. То есть полное ускорение тела, оно будет равно ax, будет определяться производной dvx по dt. Она будет равна α умножить на v0. Отсюда можно найти по формуле для равноускоренного движения смещения в направлении оси x. Аx умножить на t квадрат пополам. Подставляем сюда выражение для ax и для времени. И получаем окончательное выражение для смещения в горизонтальном направлении за счет того, что ветер сносит воздушный шар в зависимости от y. Тангенциальное ускорение по определению равна производной от модуля скорости dvx по dt. Находим полную скорость через две проекции, которые мы уже нашли, выразив их через время для того, чтобы производные по времени взять. И берем производные по времени. Наверное, сначала было бы удобно низлить квадратный корень, чтобы было понятнее. Ответ получается такой. Когда мы берем производную от корня, то у нас этот корень будет стоять в знаменателе. Вот он здесь стоит в степени 1,2. 1,2 будет умножаться на эту дробь, поскольку мы берем производную от корня. И в числителе стоит производная от сложного аргумента. α в квадрате v в квадрате t в квадрате. Произведя несложные математические вычисления, получим окончательное выражение для тангенциального ускорения. А нормальное ускорение мы найдем как квадрат нормального ускорения. Как раз нас между квадратами полного ускорения, которое мы уже знаем, α умножить на v 0, и тангенциального ускорения, которое мы только что вычислили. Возводим наш полученный ответ в квадрат. Переводим к общему знаменателю. Получим, что слагаемое α в четвертый y в квадрате у нас взаимно уничтожается. И, извлекая квадратный корень, получаем квадратный ответ α на v 0, деленное на корень из вот этой скобки. Продолжение следует...